Опа, ты смотри. Подловил, подловил, не дал ему исчезнуть, прям четко было все это. Так, отлично, отлично, вроде как немножко тащим. Ах, ты с ноги получили. Раз, два. Слушай, не дотянулись, не дотянулись. Срочно нужно попасть по нему, срочненько. Да, хорошо, сбили. Да, сбили, вспомнили тактику против отшельника, ребята. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Детолл и это Шэдоу Файд 2. Всем привет, дорогие друзья, и мы с вами продолжаем наши бои в мире теней. Да, ребята, как вы видите, мы просто в пижаме в какой-то дамажимся против нашего ученика. И сейчас расскажем вам, что у нас за изменения произошли, в принципе, с предыдущего видосика. Смотрите, мы взяли церемониальный дзян-гоу. И еще мы купили себе новый доспех, церемониальный доспех. И теперь мы в халате, единственное, нам не хватает денег на маску. Масочки у нас нет, ребята, нет сюрикенчиков проапгрейженных, нету магии проапгрейженной. Ну, короче, так себе расклад у нас. И сегодня мы отправимся в выживание, потому что нам нужно протестировать сначала наше оружие, а перед этим мы изучим новую способность. Да, ребята, посмотрим, что у нас здесь нового. Ярость боли, 20% шанс увеличить урон на 24 в течение 8 секунд после критического получения удара в голову. Какого критического? Просто после получения удара. Да, после получения удара в голову, это я добавил уже. И 12,5 увеличить восстановление магии на 100% вот успешной атаки без оружия. Не, не, это не нужно тем вот, вот эта уголка. Да, ярость боли, ярость боли, ребята, увеличиваем. И смотрите, что у нас здесь интересненького есть. Мы хотим зачаровать наше оружие. Конечно же, и причем зачарование не просто простой рецепт, а, конечно же, средний. Да, ребята, средний рецепт, так что в любом случае, наверное, будем церемониальными играть, потому что у нас нет возможности заработать так много денег. Серии выходят каждый день, и так много играть мы не можем, к сожалению, и зарабатывать голды. Да, так что мы применяем. Да, ребята, применяем, а вы угадывайте в комментариях, что у нас будет, что, какое зачарование у нас получится из среднего рецепта, так что пишите уже сейчас, а мы вам покажем уже в следующей серии, потому что час двадцать это много. Я надеюсь, у нас будет очень крутое зачарование, и оно нам поможет в прохождении врат теней. Да, ребята, ну в врата теней в любом случае сегодня пойдем и попробуем вообще, что там такое творится, нам очень интересно. Многие пишут в комментариях, что там просто какая-то неистовая бестия. А можно в затмение идти? Куда? В врата теней. Зачем? Ну, я не знаю, мне кажется, тоже прикольно попробовать, что там происходит. Туда вообще говорят, что надо идти на полностью, ну, хотя бы тридцать седьмого уровня экипировка, чтобы была у нас такой не имеется, к сожалению. Поэтому мы пойдем пока что проапгрейдим, вернее, не проапгрейдим, а заработаем немножко монеток, а также потренируемся с нашим новым оружием. Да, ребят, церемониальный дзайн гоу. Поехали в бой. Они как раз зачаруются у нас. Посмотрим, на что они... Хотелось бы очень неистовство, ребят. Очень бы хотелось, оно нам реально бы помогло в прохождении всех дальнейших стадий игры. Да, ребята, но на самом деле вот эти дзайн гоу, они очень схожи с атакой серпов. Очень схожи. Очень похожи, но тем не менее у них есть вот эта размашистая атака, она очень прикольная. Да, вертушка есть, она прикольная, да, прям с нее сейчас начнем. Ах ты ж нет, они не такие быстрые, серпы побыстрее оказались. Серпы оказались побыстрее, ну вот так вот можно задамажить. Слушай, ну, меня еще смущает наш халат, как мы замахиваться ногой-то будем вообще. Ну, неплохо вроде, он задирает ногу, но... Да, конечно, не хватает зачарования, потому что серпы за счет зачарования первые бои выживаний просто вытаскивали. Серпы тащат, ребята. Ну, у нас сейчас, к сожалению, нету метательного оружия и магии, но в основном мы не очень часто их используем. Оба, оба, ну, давай вертушка. Слушай, издалека, мне нравится, что издалека можно достать. Да, это круто, действительно. И знаешь, что я тебе могу сказать? Как-то он медленно атакует, вот прям медленно есть атака. Ну, не хватает, не хватает скорости у этого оружия, но нужно привыкать, я думаю, со временем. Да, вот эта вертушечка у нас, видимо, будет имба-атакой. Сейчас попробуем нижнюю атаку, что она из себя представляет вообще. По ногам коленную тактику вспомним, да? Ну, типа, да, коленные тактики. Вот такая вот коленная атака. Слушай, неплохо, вообще неплохо. И урон такой нехилый. Так, а верхняя атака у нас, верхняя вот, э, верхняя. Вот, вот так вот. Неплохая, кстати говоря, неплохая тактика. Можно сначала вниз, потом вертушечку. Давай так и попробуем. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Детол Лего. Ссылка в описании. Раз, два, три. Верхний, верхний. Кирки, кирки у него тоже. Опа. Пам. Пам-пам. Нет, не получается. Если крит не получается, то и не вывозит она. О, как хорошо. Слушай, вот эта дальняя атака очень спасает сейчас, на самом деле. Реально издалека подцепить противника и еще дополнительный урон потом нанести. Серпам это не хватало очень, потому что серпы, в принципе, они такие середнячково-близенькие. То есть, вблизи ими хорошо дамажить. Так, ну что же. О, слушай, вот нам вот это оружие, как я понимаю, это оружие монаха как раз. Ну, вроде бы как да, но видишь, не все говорят, что оно хорошее. Но, тем не менее, очень многие ходят с ним именно на этих, на боссов из подземелья. Да, в рейды ходят. В рейды, да. Именно с ним, да. Очень часто мы замечаем это, ребята. Либо с пласти... пластилиновым. Пластиночным мечом. Пластиночным мечом, да. Пластилиновый меч, ребята. Опа, вот так на горь. Хорошо. И еще задамажим, надо задамажить, ребят. Надо 2 миллиончика получить, но у нас раунд 7 на самом деле слабенько. А при этом у нас здоровье практически уже на нуле. Слабенько, ребята. Вот такой мощной атакой мы начинаем вертушечку. Еще одну вертушечку. Ай-яй-яй. Промахиваемся, промахиваемся. Нужно полная вертушка, обычный удар. Две вертушки подряд не срабатывают. Да, две вертушки подряд. Это очень мощно. Они долгие получаются. Противник успевает... Мы его одолели, этого Низи несчастного. Так, раунд 8, ребята. Раунд 8. И здесь у нас метеоритные ножи. Ножи это, да? Или кто это? Я не знаю, что у него... Сабли метеоритные. Сабли похожи на какие-то. Мы с метеоритными саблями с этими играли же вроде как. Бам-бам, хорошо. А видишь, это первая... О, вот это была неплохая тактика. Супер, great. Видишь, первая не такая дальняя, а вторая атака уже чуть-чуть дальше получается. Прям цепляет конкретно противника, а этот с расческой огромной. Оп, расческой нас прям задел. Ну, слушай, здесь уже нет... Дважды причем задел и победил. Но я тебе могу сказать, что с серпами мы на Изи доходили до 10-го, здесь до 8-го с трудом. Но у серпов постоянно бомба срабатывала. И это приносило нам немножечко более легкого прохождения. Ну что ж, давай отправимся во врата теней. Да, ребята! Причем я предлагаю первый заход попробовать затмение. Ну давай попробуем. Просто попробуем. Тем более смотри, сколько здесь можно выиграть желей вот этих всяких. Проиграем, будем знать, насколько там сложно. Выиграем, будет круто. Команда Detail уйдет в затмение во врата теней. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь. О, тени у нас... Ой, рысь точнее. Давно не виделись тени. Ты же не думал, что мы просто так оставим тебя в покое, правда? И оса тут есть. На этот раз перед тобой все мы, все шестеро. Мы остановим тебя. Тебе никогда не закрыть врата. Мясник, все, что останется от его жалкого тела мое. Ой, какой страшный, а? Вот так вот. Ну что же, мы сейчас по ходу дела идем на рысь. Да, ребят, у нас все боссы подряд, и я думаю, что... Ой, какая локация. Очень красивая, очень красивая. Титановая, что ли? Бам-бам. Слушай, да это реально рысь завалите. А, ну смотри, у нее же бомба. А, да, у нее же бомба. Еще он исчезает. Ты помнишь, да? Ну, слушай. А хелсы-то у нас не восстанавливаются, понимаешь, как в выживании. Вот она в чем проблема-то. Ты думаешь, что там все сразу подряд у тебя будут? Ну, конечно, все подряд. Ты ж видел, они все подряд шли. Все подряд наши телохранители, ребята. Ой, телохранители. Не нужно их сразу побеждать. Нужно, нужно. Да, ну, не. Да, да, я тебе отвечаю. Все подряд, сразу всех подряд надо забить. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим. Ну, давай к тебе брысь и добьем. Нет! Нет, добивайся. Да ладно, да, ну срыся. Мы все не справились. Ну, сушь, там бомба была и оправление. Что-то да, как-то это не очень хорошо. Все, проиграли. Ну, и значит, тогда мы идем в обычном режиме. Если уж мы не справились сейчас, может быть... Да, ребята, попробуем. Нормально, в нормальном формате. Попробуем в хорошем формате, но здесь, конечно, тяжеловато. Хорошая локация, красивая, но не справимся. Мы, наверное, даже... Не, рысь пройдем, конечно. Ну, посмотрим, сколько мы сможем пройти и что нам. Окса, играть, здесь нельзя заходить. Оу, ринг-аут. Ничего себе, ребята. Да это же... Ну, как так, да. Откуда он появился-то? Я даже и не видел его. Он же горел внизу красным. Вот это да. То есть каждый раз здесь разные локации, а не было до этого ринг-аута. Мы просто не заходили так далеко. Нет, заходили, заходили. Да, да, мы у самого края были. Окей. Так, здесь каждый раз, видимо, меняется, как нам писали подписчики. Вот, у нас зона, где наносится дамаг. Ты видишь, каждый раз новое испытание. Все испытания, которые мы проходили. Или здесь восстанавливаются хелсы. Что здесь происходит? Я не пойму, что там происходит, но явно что-то не в нашу пользу происходит. Да, ребята, так что здесь вдвойне тяжелее. Надо прокачиваться по максимуму. Нет, смотри, рысь получает урон везде, а она восстанавливается вот в этой зеленой области. Да, точно. Слушай, не дает задамажить, очень медленное оружие, к сожалению. Надо было брать серпы, но ничего страшного, ребята. Для разнообразия будем и к нему привыкать. Но тем более все подписчики напишут, что серпы уже всех достали. И мы решили купить новое оружие. И будем пробовать им проходить. Да, ребята, в каждом новом видео пытаться привыкнуть и задамажить. Опа, ты смотри. Подловил, подловил, не дал ему исчезнуть. Прям четко было все это. Так, отлично, отлично. Вроде как немножко тащим. Так, так, о, слушай, нормально, рысь победили, причем здоровье-то у нас нормально. А, мы тоже восстанавливали здоровье, кажется, в этой области. Так, отшельник теперь против нас будет. Ну, посмотрим, что он нам сделает. Да, ребята, отшельник здесь. О, он же летает там. А, он магией супер применяет своей, да? Так, так, ну, что? Ах, ты с ноги получили. Раз, два. Слушай, не дотянулись, не дотянулись. Срочно нужно попасть по нему. Срочненько. Да, хорошо, сбили. Да, сбили, вспомнили тактику против отшельника, ребята. Нам, нам зачарование очень нужно, ребята. Просто ждем неистовства и будем здесь просто крушить его. Смотри, сейчас он опять поднимется, мне кажется. Нигнал не поднимется, ребята. И будем его прям не... Да что ж, не работает вертушка. Давай, да нет, так уж. Вертушка. Вертушка. Куда, ну, далеко же, далеко, ну, не достает. А, ну, ну, и как подойти к нему, если он кидается? Тоже... Подкатится. Ага, подкатится. Он кидается постоянно. Бам-бам. Да, я так и не заметил. У нас здоровье каждый раз восстанавливается или... Или нет? Ну, я думаю, это мы уже узнаем в следующем видео, потому что здесь нас добьет магия, по всей видимости. Да, ребята, очень сложное испытание. Нужна максимальная прокачка определенно, потому что там в конце еще и Сёгун будет, еще и Вдова, и это все подряд, ребята. И у нас есть одна попытка. Ух, вас ждет много всего интересного, и нас тоже, ребятки. Ну что же, вам огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, и до новых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.